Ну так смотрим, периодически появляются новые лица и это как новое вино, которое бодрит. Потому что нам нужно видеть, что мы движемся, нам нужно видеть, что это кому-то нужно тоже, потому что однажды для нас о нас позаботились, правильно, создали место, правильно или нет, создали место, потому что очень трудно спасти человека, ну просто вот одному человеку, да, просто вот говоря даже ему об Иисусе, рассказав Евангелие. Мы знаем, как это очень трудно. Даже Иисус, Он взял вот этих вот учеников, да, 12, Он водил их за собой постоянно, был с ними, написано, чтобы были с Ним, и все. И они были с Ним, и вот они просто впитывали то, что имел Он, потому что это именно так работает. И как бы вот я радуюсь от того, что у нас что-то получается, да, и ну так же не хочу останавливаться, поэтому я хочу сейчас прежде чем проповедовать, послужить некоторым людям здесь, они не знают даже. Я просто вижу уже Андрей, который приходит уже, да, к собранию, не первое к нам, да, и вот сегодня человек первый раз пришел, да, Алексей. С тобой потом отдельный разговор. Вот, я позову вас сюда, да, мы выйдем, я хочу просто за вас помолиться, чтобы мы вот с ребятами за вас помолились, со старшими, потому что я понимаю, как это важно. Знаете, я просто когда пришел из Рето тоже, и как бы вот, ну для меня было сложное решение, это был как вот кусок жизни из моей жизни был вырван, как бы, да, я не знал, куда я иду, и когда я пришел как бы вот в церковь к пастору, и первый день он меня тоже сразу позвал, и сразу за меня помолился, и как бы сказал, что очень рад, что он говорит, мы долго молились, мы молимся за то, что братья приходили, потому что, сами знаете, как тут в церквях, много женского населения, но, и понимаете, вот я был с ними на протяжении 10 лет, как бы вот, так все получилось, и как бы вот, под покровом церкви, так сказать, поэтому вот я хочу просто за вас помолиться, выйти, и все, Лех, пойдем, тут же твои дети тоже участвуют. Просто, просто помолимся, чтобы просто у вас вот, ну, будущее складывалось, просто, чтобы вы не потеряли то, что у вас было заложено, посеяно, чтобы вы приумножили, чтобы Бог вас просто благословил, и все. Спасибо, Отец, спасибо, Отец, за то, что радуешь нас, Господь, за то, что ты, мы видим, что ты продолжаешь творить, что ты продолжаешь работать, Господь. Просим тебя за этих ребят, Господь, за Алексея, за Андрея, Господь, благослови их жизни, Господь, используй, Господь, все, что у них есть, Господь, для твоего царства, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, пусть жизнь будет благословена, Господь, пусть спасаются они близкие, Господь, пусть всегда будет, достаток в доме, Господь, всегда будет хлеб, Господь, всегда будет пища, во имя Иисуса Христа, Господь, пусть их не сердца, они знают тебя, Господь, всю свою жизнь, Господь, пусть то, что они получают, они сохранят, во имя Иисуса Христа, Господь, через всю жизнь, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, хотим служить им просто, Господь, хотим, чтобы обновление Твое пребывало в них постоянно, Господь, обновить Духом Твоим, Господь, Твоим Иисусом, Господь, Ты Царь, Царей, Господь, Тебя Господь, Своего, спасибо тебе за все, Иисус, спасибо за это служение, которые ты поднял, Господь, за то, что действительно мы можем служить. За то, что действительно мы можем благословлять Твоим именем, Господи. И вот ты сказал, что всё, что свяжете, Господь, всё будет связано. Всё, что развяжете, будет развязано, Господь. Мы развязываем эти благословения, Господи, и мы связываем врага, Господь, в их жизни полностью, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Ты Царь, Царей Господь, Всех обозгло. Аминь. Слава тебе за все царя, слава тебе Иисус. Видите? Все. Ну надо послужить. Знаете, когда всегда приходят эти мысли, есть борьба, ну вот сделать, не сделать, послужить, не послужить. Но я рад, что все-таки есть этот дух, который делает в пользу выбор для того, чтобы служить людям. Знаете, Иисус, Он служил людям. Просто Он служил людям и все. И Его служение, Его церковь, она должна служить людям. Знаете, да, кормить людей, спасать людей. И я вот это понимаю, что на самом деле, вот это понятие, вот мне вчера было такое прямо откровение, я так сформулировал, знаете, вот должно умереть такое понятие, как ходить в церковь. И замениться на другое понятие, быть церковью. Понимаете, что в этом есть разница большая? И вот я понимаю, что вот когда я был в Рету, я понимал, что я был церковью. Ну потом был такой период времени, наверное, я был, но больше это выглядело, как я ходил в церковь. И поэтому, да, вот я другу тоже сказал, он говорит, меня тоже коробит это, говорят. То, что вот, ну, все здесь иногда там встречаются и говорят, а ты в какую церковь ходишь? А ты в какую церковь ходишь? Да, то есть мы растождествляем себя, понимаете, да? Растождествляем. Мы просто вот, и на самом деле это то, что враг хочет, знаете, чтобы люди просто вот, ну, ходили, пускай, ладно, куда ни в ходе. Потому что его церковь на самом деле это Великая Тайна. Мы еще не поняли, что такое церковь, на самом деле. Я понимаю, что не поняли. Помните, апостол Павел пишет, что сия тайна велика, и он говорит, я имею в виду о церкви. И когда он пишет там о невесте, о женихе, и он говорит, сия тайна велика. И на самом деле как бы, я понимаю, что вот в этом контексте, знаете, церковь это единственный ответ Бога. Бога, миру, это Божий план, это то, ради чего умер Иисус Христос, чтобы его церковь влияла здесь на мир, понимаете, чтобы мир был погружен в его церковь, чтобы это не просто было религия и государство, это отдельно, или политика и так далее, но на самом деле даже где-то написано, что церковь полнота наполняющая все. Понимаете, все во всем, это про церковь сказано, потому что это Христос, и церковь это Христос здесь, понимаете, поэтому ходить в церковь, да, уже, да, то есть это уже не совсем то, потому что наша функция это быть Христом здесь на земле, вместе причем, понимаете, вот вместе, в этих вот связях взаимоскрепляющих, в этом духе любви, который должен быть между христианами, да, не будьте никому ни в чем должниками, кроме чего, кроме взаимной любви. И вот об этом сегодня хотел проповедовать, сегодня хотел проповедовать о любви. И, ну, есть некий такое переживание, некий такой страх, смогу ли донести, поэтому, как бы, вот, ну, молюсь Богу, чтобы самое главное, ну, духом Бог открывал вам эти места, потому что, ну, это бесконечная тема, это бездна богатства, это не просто чувство, это не знаешь, как донести, когда с этим сталкиваешься, понимаешь, вот эту ответственность, да, а готов ли я говорить о любви? А могу ли я говорить о любви вообще или нет? Поэтому я тоже для себя делаю такой вывод, что я, как бы, не могу учить о любви. Не могу, я просто вот хочу, чтобы Бог нас учил о любви. И поэтому будем опираться на Библию, да, и на те примеры, и вот попробуем из этого максимума для себя достать, чтобы просто вот обновить, чтобы просто правильно стараться расставлять приоритеты в своей жизни. Помните, как апостол Павел говорит, то, что отдашь тело на сожжение, сделаешь что угодно, если ты будешь пророчествовать, будешь, всю, вся вера у тебя будет, все пророчества, горы двигать будешь, тело отдашь на сожжение, да, но любви не имеешь, что ты? Кимбал звучащий. Всего лишь навсего. Понимаете? И вот, ну, это такой важный ингредиент, который просто вот нужно достигать. Поэтому после того, как апостол Павел это все сказал, он сказал, достигайте любви. Достигайте. Что такое достигайте, да? В оригинальном переводе написано, гонитесь за любовью, да? Гонитесь за любовью. Просто делайте это чем-то таким, зачем, что вот нужно все это иметь. В другом месте сказано, что сейчас уже не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Но, что? Вера. Вера действующая чем? Любовью. Понимаете? Да, вера хорошо, но вера действует любовью. Понимаете? Поэтому, и вот это вот, знаете, вот эти вот слова, он говорит, не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Понимаете? Другими словами, ни религия обрезания, ни религия необрезания. Понимаете? Потому что вот иногда бывает, да, что борьба с религией иногда тоже становится религией, знаете ли? Вот. Поэтому просто вот самое главное это вот иметь эту любовь. Я вспоминаю такую историю, однажды я ее прочитал. Это бы, это вроде как бы, я не знаю откуда она взята, может быть кто-то сочинил, а может быть действительно какое-то предание. Я как бы, не могу ее сейчас найти, но когда-то вот на клочке газеты прочитал такую историю про, как будто бы апостола Иоанна. Хотя, может быть, это был Иоанн Златоуст, это первые века. И это был старец, который пришел в один город. И все узнали, вот он был христианин, старец, да, все уже состарившийся, да. И как бы вот весь город пришел в движение, пришел апостол, пришел апостол. И все собрались, чтобы послушать, что он будет говорить. И вот в трепете стояла уже эта толпа в ожидании, как вот что же скажет апостол вообще, да. И вот выходит, так описано хорошо эта история, я не могу это передать. Ну вот выходит этот старец, очень старый, просто вот стоит, молчит, смотрит и говорит вот, и начинает говорить. И на что он начинает говорить? Любите друг друга. И потом пауза какая-то, и опять говорит, любите друг друга. И вот вся проповедь его была, это три раза он сказал, любите друг друга. Ну там так сказано было, мы все начали рыдать просто. Потому что вот в этих словах было все у нас, понимаете, вот. И вот это то, что я как бы вот пытаюсь тоже, да, сегодня передать. Я вот, я не умею еще плакать за кафедрой. Может быть когда-нибудь я получу такой дар, да, что вот заплачу, и все рядом заплачут. Но, как бы вот, я понимаю, что все в этом, все в этом. И вся Библия в этом. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, да. И другая история, я вот недавно рассказывал, тоже прочитал, ну как бы собаку, которая болела очень сильно, принесли родители усыплять. И все, там рак был у собаки. И у этой собаки был вот мальчик маленький, который любил там эту собаку. И они попросили родителей, сказали, ну, можно мальчик будет в присутствии, когда вот собаку будут усыплять. И, ну, как бы, доктора, ладно, они как бы так опешили немножко, но разрешили, и все, и собаку усыпляли, усыпили, и, ну, как бы, и вот, мальчик видел все, и как-то это все вынес так нормально, да, там. И его спросили, ну, как ты думаешь, а, и они спросили, как ты думаешь, почему собаки так, ну, мало живут, а почему так люди, ну, дольше живут. И он говорит, потому что люди приходят в этот мир для того, чтобы научиться любить, им требуется много времени, а собаки уже умеют, говорит, и поэтому им не нужно столько времени жить здесь. Ну, шутка, да, то есть, но с другой стороны, во всякой шутке есть только доля шутки. Поэтому, действительно, вот, устами младенца глаголит истина, что люди пришли сюда, да, для того, чтобы научиться любить, чтобы научиться любить в этой жизни. И это самое главное. Все остальное, оно не столь важно. Давайте мы откроем Лука, 10 глава, да, Володь? 10. 10? Да. Одесса 25 стиха буду читать. Здесь вот о главных заповедях и потом притча о милосердном самаряне. И вот один из законников встал и, искушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай, будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это Иисус сказал. Некоторый человек шел из Иерусалима в Верихон, и попался разбойник, который сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогу и, увидев его, прошел мимо. Так же и Леви, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на осла своего, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих думает, что был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавши ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Вот Иисус дает определение такое, дает эту притчу, в которой на самом деле очень много разных символов заложено. Все мы не успеем сегодня посмотреть и не все относятся прям вот. А к тому, что я хочу сегодня сказать, ну, есть очень такие для меня важные моменты. И, потому что вот этот вот вопрос, а кто мой ближний? Да? А кто мой ближний? Кто наш ближний? Кого ты должен любить? Да? Ближнего своего, как самого себя. Во что я верю, как бы? Вот недавно у меня пришли такие мысли, и как будто вот открывается, не знаю я, что надо проверять это временем, практикой. Но, что якобы вот вообще все человечество, да, это единый организм, который каким-то образом связан между собой. Каким-то образом. То, что я имею в виду, что на нас влияет то, что происходит с другим человеком рядом с нами. Влияет на нас, понимаете? Мы можем как будто этого не чувствовать. И пока мы как бы вот не в духе, не духовные, мы не ощущаем этого. Мы не ощущаем вот этой зависимости, той нужды, которая есть рядом с нами, именно на нас. Нам кажется, что мы, ну, вольны поступать, как мы хотим. И хотим, сделаем, хотим, не сделаем. Вот как я сейчас думаю, что похоже, на самом деле, не так все. Знаете, мы как клетки вот в этом теле, в организме, да, например, в организме есть клетки, да? И есть клетки, которые, может быть, больные. И знаете, как там происходит, да? Здоровые клетки начинают лечить больные клетки. Просто вот те, которые находятся рядом в этот момент. И вот таким образом мы устроены, как люди. И я понимаю, что похоже, что мы, потому что Библия нас называет телом, да, церковью. Похоже, что мы тоже есть некий закон, который мы, может быть, еще не узнали, ученые еще не раскопали. Но я вот так вот думаю, так вот верю, что, похоже, есть связь. Похоже, есть связь. И если мы не чувствуем это, не делаем ту работу, которую должны делать, покрывая нужду ближнего, мы наносим вред себе, в первую очередь, себе, понимаете? То есть, как бы, да, то есть, не исцелив эту клетку, да, мы потом каким-то образом, может быть, тоже можем, да, заболеть и так далее. Я не знаю, как это происходит, но вот уже есть же доказанность, да, такая, что все болезни от нервов. Есть же такое, правильно? Как бы вот врачи говорят. И я вот вчера там разговаривал с одним человеком, мы тоже с ним как бы разговаривали о том, ну, просто, то, что надо быть позитивным, что надо любить жизнь, не забывать жить, там, да, поменьше критиковать, поменьше переживать, ну, потому что этот мир, он всех нас заставляет переживать, особенно за деньги, за состояние, за имущество, да, за то, что у тебя есть, за то, что у тебя нет, там, и так далее, да, за то, что есть у других, да, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Аминь? Все, что есть в мире, все, чем люди так гордятся в этой жизни, есть не от отца написано, но от мира, да. И вот пребывание в этом, оно на самом деле, видимо, как-то даже физически в итоге начинает влиять на людей. Потому что вот, ну, и вот этот человек говорит, у меня вот там, мне вот мама раком заболела, она крови говорит. И я говорю, наверное, много в негативе жду, о-о-о, говорит, вообще, постоянно что-то вот она там критикует, гоняет, там, я не знаю, ну, прям вот он, я не помню какие слова, он сказал, ну, вот, понимаете, да, описание, то есть она, люди, вот, живет в негативе, да, и вот тебе на, рак крови. То есть, я думаю, что, то есть без любви на самом деле, да, без, вот, правильного применения себя, не зная, да, кто мы на самом деле, что мы за механизм, что мы за конструкция на самом деле, что вот это вот наше духовное состояние, душевное, оно напрямую связано вот как-то с нашей химией и физикой, да, вы знаете, что мы химия тоже, да, что там есть вот эти химические процессы, которые у нас происходят, выброс там гормонов и так далее, да, что это все, как бы, доказано. Вот, это то, о чем я хотел бы вот вам оставить немножко вот эту мысль, что на тот вопрос, а кто мы ближний, как это работает вообще, кому я должен оказывать любовь так, как я должен, да, потому что, то есть, выбираем ли мы это или не выбираем, и я понимаю, что на самом деле мы это не особо выбираем, кому мы должны, кого мы должны любить, кто наш ближний, понимаете, вот ближний, он и ближний, то есть ближний, он может сидеть рядом, а может и в другом городе жить, ну, есть какая-то связь у тебя с ним, ты, может быть, он приходит тебе на ум, да, может быть, вот ты, у тебя приходят мысли, да, помочь этому человеку или как-то вот, что ты можешь этому человеку помочь, да, что у тебя есть что-то, что, чем бы ты мог как бы вот поделиться, да, потому что, вот даже в Библии написано, что Павел вот учит этому, что он говорит, сегодня ваш избыток для покрытия ихнего недостатка, Завтра ихний избыток для покрытия вашего недостатка. Именно вот так вот создал, видимо, нас Бог, как единый организм. Понимаете? И ненормально для человека жить только для себя. Понимаете? Вот, да? Ну, например, часто, да, можно сказать, вот у богатых людей, у них очень большое есть излишек. Да? И иногда, да, им кажется, что это все принадлежит им. Ну, вот по Библии, да, это все дано, что есть сильные, да, которые могут больше собрать, больше заработать, там, и так далее. Но они как раз вот и созданы для того, чтобы вот это все потом покрыть более слабых. И, ну, просто вот представьте, если вдруг человечество до этого дойдет и начнет вот так жить. Это нельзя практиковать по плоть, такую вещь, да, что, ну, давайте сейчас, потому что много раз пытались, давайте все раздадим, да, всех накормим, там, и так далее. Нет. Я так понимаю, что это именно работает, именно тут должен быть дух. Дух должен указать, кто твой ближний. И это, как бы, ну, я думаю, что мы должны в этом возрастать и развиться. Потому что другая обочина, это вот действительно, знаете, как бы, то, что говорит апостол Павел, если я даже на сожжение тела отдам, все раздам, горы будут влюбить, там, да, и, но любви не имеют, то это тоже не имеет, как бы, никакого значения. Я кимбал звучащий, понимаете. Поэтому мы пришли сюда для того, чтобы научиться любить. И это процесс, понимаете, это процесс. И вот Иисус здесь дает эту притчу, что некий самарянин проходил и увидел вот этого человека. Но до этого самарянина было еще два человека, да, левит написанный священник, да. О чем это говорится? То есть, это говорится о том, что служители, да, служение, не всегда то, что, да, мы служим Богу, да, и занимаем какое-то место в церкви, я не знаю, в своем сознании, да, может быть, проповедуем, прославляем Бога, да, что на самом деле мы имеем любовь. То есть, вот, может быть, это все опять же об этом. То есть, возможно, такая ситуация, что мы можем больше любить служение, больше любить место, позицию, там, и так далее, чем на самом деле. Любовь, чем, вот, действительно, потому что они оказались тоже на этом месте. Они оказались. И вот некий самарянин, просто проходя мимо, начал оказывать просто милость вот этому человеку. Почему Иисус берет вот самарянина? Почему, как вы думаете? Кто такие самарянин были? Я думаю, вот, Алексей знает, да, я вот не очень хорошо знаю, но у иудеев и у самарян, у них были вот конфессиональные несостыковки, да? Помните, когда женщина... Он вообще думает, что у них без самарянов, без. Да, да, то есть, ну, там очень много написано, иудеи с самарянами не сообщались. И вот эта женщина у колодца, помните, которая встретила Иисуса, и говорит, как ты, иудеи, просишь у меня пить. Ну, с другой стороны, потом она говорит, вот, и отец наш Иаков, он говорил нам, что надо поклоняться, да, здесь, он нам колодцы выкопал, да, мы вот по этим откровениям живем. А вы говорите, что в Иерусалиме Иисус говорит, наступает время, что поклоняющиеся Богу будут поклоняться в Духе и Вести. И не в Иерусалиме, и не на этой горе, говорит. Но он все равно сказал, но спасение от иудеи, да. То есть, на самом деле, есть, что такое иудеи для меня, как символ. Это, ну, вот, горящие, верующие, искренне любящие, как бы, Бога, пытающиеся его познавать, углубляться, приближаться, служить. И вот, и спасение, оно от таких. Но есть вот и самаряне, да. И вот Иисус использует в этой притче самарянина. То есть, другими словами, он говорит вот о вот этой межконфессиональной разнице, да, вот об этих постоянных спорах, которые бывают. Но через то, что он использует этого человека, он показывает, что вот есть эта проблема, но решить ее можно только любовью. Только любовь может решить. И любовь выше вот этих вот всех межконфессиональных споров и доктрин и так далее. И вот это вот, ну, некий путь такой, да, что вот эти вот барьеры для меня, они однажды должны пасть между вот всеми конфессиями. Католики, православные, пятидесятники, баптисты там и так далее. То, что это все вот именно любовью может пасть. И, или даже, да, несмотря на то, что это все есть, вся эта разница, да, мы не должны забывать самого главного. Вот, вот этой вот реакции, которую, которую имел этот самарянин, да. Через это я хочу сказать, что любовь это переживание за ближнего, которое сильнее утверждения иногда нашего разума. Потому что мы иногда идем от разума, да, а стоит ему помогать, он не понимает ничего, да, он сам виноват. И с ним это произошло, потому что, потому что, потому что, потому что. И у нас идет вот этот вот разум, да. Это вот то, что не смогли, через что не смогли переступить вот этот вот левит и фарисей, да. То, что, ну, не помогли они ему, да. Я не знаю, каким, как они там оправдывались, да, относительно этого всего. Один просто прошел мимо, другой посмотрел, задумался, но тоже прошел мимо. То есть вот они не смогли. Там еще очень важный есть символ такой, что этот человек шел, кто помнит откуда, куда. А куда? В Ерихон. Это тоже такой важный библейский символ, что этот человек шел из Иерусалима в Ерихон. Иерусалим – это город Божий, да, где присутствие Божие. А Ерихон, знаете, какой город, да? Город греха, город твердынь таких, да, город заклятый, да, город, на котором скажешь, что не будешь больше отстроен, да, и так далее. То есть это вот, и таким образом то, что мы видим, что почему случилось с человеком то, что с ним случилось? Именно потому, что он шел из Иерусалима в Ерихон. То есть, да, он шел от Бога ко греху, да, его стремление было ко греху, и поэтому с ним это все случилось, поэтому разбойники напали. Ну, что самое интересное, что там написано, что вот эти люди, они шли той же дорогой, понимаете, вот той же дорогой шли и эти люди тоже. И вот иногда вот это вот, ну, для меня это говорит о том, что апостол Иоанн, он в своем первом послании тоже говорит об этом, что всякий, кто говорит, что не имеет греха, кто? Лжец. Лжец. И истины в нем нет. Просто, да. Поэтому, может быть, вот эти люди, я думаю, да, иногда не захотели помогать этому человеку, чтобы вот, ну, с одной стороны, чтобы их тоже не спалили, что они той же дорогой ходят. Понимаете, то есть, вот, иногда, иногда вот это вот тоже, тоже вот, ну, не дает. И самарянин тоже шел той же дорогой, то есть все они, понимаете, да, про что я говорю, да, все мы согрешаем, больше, меньше, кто-то, ну, мы в процессе. И мы, то, что мы должны, как бы, это вот, изменить вот это направление и понять, да, что, что нужно идти от Ерихонов в Иерусалим. Это вот это направление мы должны брать. И почему вот эти люди, левит и священник, они не останавливались, да? Потому что, действительно, вот помощь, настоящая помощь человеку, да, она требует времени, она требует чего-то от тебя такого, что тебе будет стоить. То есть, может быть, вот этот левит и священник, они, они куда-то шли, у них были какие-то дела, да? Ну, другими словами, можно сказать, на служение, да? Это вот именно о том говорится для меня, что служение без любви не имеет смысла, да, опять же, то, о чем мы говорим. А любовь – это и есть служение, служение Богу. Поэтому вот эта вот заповедь Иисусом Христом, она так и дается, что «люби Господа Бога твоим всем сердцем, всем душой твоей, всем разумом твоим и ближнего твоего, как самого себя». То есть, да, то есть, вот, и вот именно как самого себя. И здесь тоже есть такой момент, что вот иногда религиозный фанатизм, он тебя как будто призывает любить ближнего больше, чем себя. Вот, все, давай ради ближнего там и так далее. Ну, это тоже неправильно. Тогда у тебя будет, ну, как бы вот этот недостаток, понимаете? Поэтому ближнего как самого себя. И это вот для нас естественное состояние. То есть, я вижу, что вот этот вот самарянин, когда проходил, он не то чтобы любил этого человека. Ну, как он мог любить сразу постороннюю, любовь какую-то. Ну, он просто вот не смог мимо пройти, потому что у него были возможности помочь этому человеку, да? Мы видим, что у него было масло, вино, у него был осел, у него были деньги. И все, понимаете, что я хочу сказать? То, что, ну, настоящая любовь, она вот в этом, когда не то, что нам нужно вот ощущать эту любовь, чувствовать эту любовь, а именно в том, что понять это, что мы просто не можем поступить по-другому. Для меня вот этот вот самарянин, это пример того, что он просто понимает же, ну, как он может мимо пройти? Просто. А вот те смогли. Представляете, то есть, вот, как иногда, и вот именно взяты религиозные люди. Люди, которые служат, должны служить Богу. Понимаете? То есть, как на самом деле часто представление о служении Богу нас, ну, иногда может вести не туда. Для меня вот апостол Павел, когда он объясняет вот эти вот вещи, помните, да, вот, когда он говорит то, что если мы дадим насажение, да, и веру имеем и пророчество, я считаю, что апостол Павел говорит про себя, как человек, который вот пережил то, что он говорил. То, что он был настолько ревностный служитель, настолько он готов был отдаваться Богу, настолько ему нравилось двигаться в дарах, настолько ему нравилось двигать это служение, да, проповедовать там, ходить, изгонять бесов и проповедовать и так далее, и так далее, что я думаю, что вот он у себя это достал, он говорит то, что вот, ну, как бы пережил то, что может это объяснить, как не тот, кто пережил, кто может это ранить? Сам апостол Павел, я не знаю, было ли только в его прошлой жизни это, но думаю, что и даже вот в настоящем, в своем служении, когда он уже по-настоящему Богу служил, он все равно вот с этим сталкивался, боролся с этим, что, что главнее, служение его или все-таки любовь? И вот там был, помните, случай такой с Марком, когда он вот уперся просто с Варнавой, он говорит, не будем брать, потому что Марк оставил нас, потому что Марк нас оставил, и он говорит, не может такой человек с нами пойти, да, и, но, ну, это я как бы смоделировал эту ситуацию, я не знаю, как бы, да, до конца, но вот Варнава, он остается с Марком и даже вот отделяется от Павла, и у них происходит, написано, великое огорчение, и они расходятся, как бы, да, и Павел, он вот такой горячий, такой ревностный, идет и продолжает свое служение, и мы видим, что, да, его служение было основным, плодотворным, там, и так далее. Но в конце своего служения он пишет такое письмо, что кому-то, я не помню, Тимофею, да, когда он говорит, приведи ко мне Марка, он мне нужен для служения. Вот, ну, я бы хотел сказать, ну, как бы, вот, мне хочется, или я так представляю, что это, как такое, знаете, покаяние Павла, о том, что у него было время, когда ему не хватило вот этой вот любви, вот этого вот понимания к немощи более слабого человека, который, может быть, не смог, испугался, да, и он его отстранил там от себя, от служения, но вот тут он, как бы, да, как будто бы, вот, ну, я так вижу, что он не признается, что я переборщил тогда, но он хочет в конце своей жизни побыть с Марком, дать ему эту любовь, как бы, вот, может быть, поговорить с ним, да, и, ну, понимаете, да, сделать такой шаг, шаг покаяния, да, раскаяния, да, от того, что любовь – это главное, на самом деле, и вот в его посланиях мы это все тоже видим. И давайте откроем первое послание Иоанна. 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 Давайте 3.15, один стих я прочитаю. «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, и вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу своей за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего, в нужде затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, ставим любить не словом или языком, но делом и истинным, да. То есть вот такой всего лишь небольшой момент такой, да, но мы иногда его забываем. То есть вот иногда служение, Бог, проповедь, Евангелие, там туда-сюда. Но здесь говорится вот об этой практике, да, что если мы видим у кого-то недостаток в мире, и закрываем от него сердце свое. Что это значит закрываем от него сердце свое? Не хотим об этом думать, как бы, да, ну пусть сам как-то вот справляется. Ну, у него потому-то, потому-то это произошло, ну, будет знать собака, да, и так далее, да, как со мной, как мне грубить там, или еще что-то, да. То есть, ну, на самом деле, и вот дальше здесь все это, давайте теперь тоже, 4 глава, 7 стиха. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога, и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Понимаете, вот для духовного человека, для духовного человека по-настоящему, для него возникает вопрос. Я вот думал, что он видит, как он видит, апостол, как он так может вот говорить, да, что, как ты можешь говорить, что ты любишь Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата своего. Он говорит, не может такого быть. Вот для духовного человека это вот не сообразуется, понимаете. Потому что, а для религиозного, для плотского человека сказать, что я люблю Бога, как бы это очень достаточно легко. Это очень достаточно легко, потому что я служу в том, что я делаю, потому что я хожу в церковь, правильно или нет? И я как бы вот это вижу. Но для того, кто действительно уже вот знает Бога, да, в глубине, он говорит, вы не понимаете вообще самой сути вещей. Это просто быть не может такого, что вот любить Бога, которого ты не видишь, а ненавидеть брата своего. Понимаете, то есть это вот, ну, то есть вот с поверхностной точки зрения это как бы нормально. Служить Богу, делать какие-то вещи. Но вот настоящая духовность, она именно в том, что здесь вот даже написано, что мы пребываем в нем, и он в нас узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. Вот как узнать, что он дал нам от Духа своего? Именно потому, любишь ли ты или не любишь. Есть ли вот в тебе эта любовь или нет в тебе этой любви? Есть ли у тебя такая любовь, которая вот, понимаешь, выше межконфессиональных проблем вот этих? Выше вот таких вот, ну, просто вот должен или не должен помочь, понимаете? А вот такая любовь, как у этого самарея, ну, просто не могу пройти мимо и все. Вот не могу пройти мимо. Вот так вот, то есть, понимаете, вот это вот ощущение того, что вот это мой ближний в данный момент. Это вот я тот, кто ему должен помочь, понимаете? То есть вот там один прошел, другой прошел. То есть, да, у меня есть чем помочь ей, но у меня времени маловато. Мне надо быть в такой-то точке или так-то, или я потеряю там часть своей прибыли какой-то, или еще что-то, и это мне не вернется. Не вернется мне. То есть, да, вот этот вот прагматизм такой, да? Вот этот вот нынешний век, который нас научил, вот эта вот святыня, которая сейчас есть, частная собственность, знаете? Частная собственность. Это на самом деле мир, понимаете? Это вроде как бы хороший такой момент, который мы должны защищать, оберегать. Но это не тот дух, который должен быть в церкви между христианами. Это не тот дух. Поэтому нам еще туда идти и идти. Нам еще вот эти принципы понимать и понимать. Что происходило, как они это ощущали, эти люди в первой церкви, да? Которые просто вот продавали свои имения и приносили, и оставались жить во всем вот этом. Понимаете? То есть, это же не было что-то такое, там, продать или не продать, борьба продать. Это было вот для них естественно просто. Были там такие ананесы, афиры, которые тоже захотели сделать вид, что у них есть этот дух, а оказалось, что у них этого духа еще не было. Поэтому, как бы, наше направление, оно в принципе туда. То есть, что нам Христос говорит? Потому узнает мир, что вы мои ученики. Когда что? Когда будете иметь любовь между собой, понимаете? Мир, он не... И любовь вот эта между собой, то есть, мир услышит, он увидит, что эти люди, они какие-то сумасшедшие друг для друга. Понимаете? Что то, что есть у них между собой, вот в этих связях, как они вот в делах любят друг друга, это для них просто будет взрыв мозга. И поэтому они скажут, ну, понимаете, что это могут быть только ученики Иисуса Христа. Настоящие ученики Иисуса Христа. То есть, и Бог нам говорит то, что тех, кого призвал, он оправдал, кого оправдал, он что сделал, прославил. Чем Бог будет прославлять? Вот через это, через это, прославлять он будет через то, что он будет показывать миру, какая есть атмосфера любви, братолюбие. И вот это вот и есть. Понимаете, то, что я вам хочу передать сегодня, то, что я понял, что ходить в церковь – это одно, быть церковью – это другое, пережить вот эти вот моменты – это другое. Я еще понял, что, как бы, вот у меня такая картинка возникла, что такое любовь, как ее объяснить тоже. И я увидел, как бы, что вот, ну, любовь – это некий барьер, преградка такая, да, что ее каждый раз нужно пробить, то есть или переступить, или перешагнуть. То есть мы не можем просто вот научиться, ну, другими словами. Потому что, вот, знаете, я, как бы, вот пытаюсь это передать, потому что это духовное такое состояние. Мне иногда кажется, что я могу это охватить. Вот, вот уже вот-вот я вот, вроде, это состояние, но оно все время ускользает. То есть, потому что каждый раз для того, чтобы явить вот эту любовь, как бы, к человеку, у меня есть борьба и есть выбор, есть вот это вот столкновение левита, священника в моей голове, времени, которое нужно потратить, конфессиональных вот этих вот разниц, да, стоит ли ему оказывать милость или не стоит ли ему оказывать милость. Но, вот, всякий раз, сделав выбор в пользу любви и перешагнув через эти вот барьеры, которые мешают, да, я вижу, как круто, что это вот и есть Бог на самом деле, что ты видишь именно вот это и начинает по-настоящему спасать человека. Вот это вот начинает человека обновлять, он что-то он по-настоящему получает от Бога. Понимаете, он получает вот эту вот любовь, получает вот это вот покрытие, то есть, и я чувствую, как я, как маленькая клетка, выполнил свою вот эту функцию. Понимаете, но вот именно в процессе часто, да, когда я должен принять решение, да, делать это или не делать, я еще не чувствую. Понимаете, я еще не чувствую. И, вот знаете, когда Павел тоже, вот это вот, 1 Коринфянам, 13 глава, про любовь, мы можем читать, но, наверное, идет для этого много времени, я надеюсь, что многие из вас это знают, читайте это, где описывается вот это вот, как он говорит, да, любовь долготерпит, любовь милосердствует, не мыслит зла, не ищет своего, не завидует, не радуется неправде, но сорадуется истине, я, наверное, перепутал места, но неважно. А вот у нас, да, висит вот этого, да, мы можем читать, кстати. Никогда не перестает, всего надеется и так далее, да, и вот он вот это вот перечисляет. Представляете, как вот Павел, он ее переживал ведь, он ее переживал, потому что вот он из себя, из духа рождает такое определение любви. Вот. И я хочу тоже однажды вот, как бы вот, побольше к этому приблизиться, чтобы это тоже переживать, ощущать и тоже самому, тоже давать вот эти формулировки, рождая это из духа. Но первое, что Павел говорит, первое, когда он говорит про любовь, он говорит, любовь долготерпит. Вот знаете, и для меня это вот как вот вырывается из него, что это вот, что то, что часто не хватает нам для того, чтобы явить настоящую любовь к человеку. Потому что вот мы видим, как действует этот самарянин. Он действует комплексно, он действует с пониманием, он действует до конца. Он не просто там поперевязал раны, помыл и сказал, ну, полежи здесь, лучше станет, пойдешь там, придешь туда на тебя. Да? Он делает вот эту комплексную помощь этому человеку. Он перевязал раны, а полил вино и елей, да? Написано, посадил его на своего отцла. А сам пошел рядом. О чем это говорит? О том, что, ну, настоящая любовь, может быть, это будет дискомфорт на тебе оказывать. Для тебя же самого, да? Но вот самарянин это сделал, потому что, опять же, причем, ну, не было других тоже вариантов, для него было это нормально. Он не искал, как бы, он искал, как бы, как сделать дело полностью для этого человека, да? Как вот этого человека спасти, на самом деле? Привез его в гостиницу, заплатил за него. И даже это было не конец его. Он сказал этому человеку, если что-то больше потратишь, я когда возвращусь, я заплачу. То есть, понимаете, да, как человек действует на самом деле? Я просто заметил, что мы иногда хотим спасать людей, хотим давать людям тоже, ну, надежду, проповедовать Христа, заботиться там о них. Но иногда вот нам не хватает вот этого вот долготерпения к ним. Просто, пока появятся вот эти результаты, мы закипаем и говорим, да я тебе то, я тебе это, я тебе это, а ты, извиняя, неблагодарна, боли отсюда. Понимаете, нет? Вот самарянин так не делает. Так не делает, долготерпит, пока не получится. Помните, Иисус рассказывает однажды такую притчу, там, виноградный пришел, смоковница не давал несколько лет плода. Но садовник пробежал, говорит, еще оставь, еще надо. Еще окопаю, еще попробую. Если вот на следующий год не принесет плода, тогда срубишь. Вот такое сердце, понимаете, ну, по-настоящему, вот, чтобы спасти людей, нужно часто вот именно вот через этот барьер долготерпения переступить. Для того, чтобы действительно вот, ну, сделать вот эту Божью работу. Потому что вот только любовь она по-настоящему спасает. Есть ряд мер, которые мы готовы часто делать. Мы готовы, понимаете, да, у нас уже есть наработки по этому поводу, у нас уже есть возможности какие-то, и мы вот готовы это делать. Но вот любовь, это что-то вот тут находится за гранью того, что ты уже не готов сделать. Понимаете или нет? Почему я говорю, что вот настоящая любовь, это некий такой барьер, когда нам нужно вот через что-то чуть-чуть переступить, чем-то пожертвовать. Настоящая любовь, она стоит, понимаете? Точно так же, как стоил Иисус Христу. Помните, какой у него барьер был в Гефсимании, да? Отец, пусть минует меня чаще себя, не могу, но пусть будет твоя воля. Понимаете, почему он это делал? Потому что любил, потому что знал, что если он не сделает вот этого последнего шара, что да, и он не оправдывался тем, что они ничего не понимают, все равно они все равно все разбегутся. Ведь когда он говорил им вот это, вы все разбежитесь, ну это на самом деле он тоже говорил от такой, ну можно сказать, да, немножко вот жалости, так сказать, ну блин, разбежитесь вы все все равно. Но потом, когда Дух его посещал, он говорил, ну я молился за тебя, Петр, вы соберетесь, утверди, братья, утверди, у вас все получится. Когда я сделаю то, что я должен сделать, у вас все получится. И вот это вот, понимаете, вот мы так, мы вот только так можем действовать, только по его пути, только именно когда нам это что-то стоит. И часто это может стоить именно вот, да, время иногда, иногда комфорт, иногда деньги, иногда вот эти вот конфессиональные, да, нестыковки, да, а что это я, пусть ему свои помогают, да, он самарянин вообще, он вообще тупой, он недуховный вообще, с ним произошло то, что должно было с ним произойти, нефиг в Иерихон ходить, да, правильно? Но вот самарянин так не смотрит, да. Ефесянам, 4 глава, 28 стих. 28, 4 глава. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, для чего? Чтобы было, из чего уделять нуждающемуся. Вы представляете, как мыслит апостол Павел? Он не говорит, кто крал, впредь не кради, а работай своими руками и ешь свой хлеб. Да, хорошая логика, правильно ли? Но он говорит больше, для того, чтобы ты вот это вот работай, зарабатывай для одного, для того, чтобы было, из чего уделять нуждающимся. Для того, чтобы было, из чего уделять нуждающимся. И я это вот, ну, понимаю, то есть, ну, то есть, вот, настоящее царство Божье на земле, это когда ближний начнет жить ради ближнего. Понимаете, с пониманием этим, что мы вот для этого, что мы несчастны от того, когда мы не можем ничем благословлять. Понимаете? Когда у нас нет. Потому что и поэтому нам нужно иметь что-то, чтобы благословлять. Иметь что-то, чтобы служить. Поэтому мы там вот, да, и делаем это место. Потому что вот там же, да, в этой притче про Самарянина была гостиница. Правильно или нет? То есть, да, для того, чтобы по-настоящему спасать людей, нужен комплекс мер. Да, просто вот ходить и говорить Евангелие. Мало кого спасешь по-настоящему в это время. Тебя назовут сектантом, к тебе прилепятся какие-нибудь тоже духоманы одержимые, которые скажут, брат, хорошо проповедуешь, я с тобой буду проповедовать, давай туда-сюда. И ты на самом деле в шоке будешь от того, кто к тебе прилепился и хочет с тобой помогать. Понимаете? Поэтому по-настоящему, настоящее служение, да, оно разумное, оно, ну, действительно служение. Его нужно сделать, место нужно сделать, сердце нужно готовить, работать нужно много. Понимаете? Если ты сильный, значит, должен работать много. Помните, вот, потому что, действительно, вот этот вот принцип, то, что не все могут одинаково, но часто мы вот по плоти пытаемся уравняться, да. Ну, если тебе дано больше возможность приносить пользы, зарабатывать, там, грубо говоря, денег, привить какие-то проекты, ну, это тебе просто дано, и ты благодарен, и ты в этом плане. А кому-то меньше дано. И это не для того, чтобы ты над ним возвышался, а для того, чтобы вот твой излишек покрыл их недостаток. Помните, как написано, что, давайте, Второй Коринфянам, тоже хорошее место такое, Второй Коринфянам, восьмая глава, для того, чтобы объяснить вот эти духовные принципы. Тринадцатый стих. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Понимаете? Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, кто мало, не имел недостатка. Понимаете, из-за чего теперь, да? Вот кто-то мало собрал, не имел недостатка, а кто-то, это не то, чтобы там мало поел и был сыт, а потому что люди делились как бы. И, понимаете, да, про какое место это говорит? Когда народ Израиля в пустыне собирал манну. И это вот про это место говорят, что они собирали малую манну. Кто-то собирал мало, кто-то собирал больше, но вот написано, что кто мало собрал, не имел недостатка, кто много собрал, не имел вот этого излишка. Все была равномерность в покрывании вот этих нужд, потребностей и так далее. Понимаете? Вот сегодняшний век, мир, он нам диктует, что это как будто невозможно. Но вот церковь и должна явить, здесь по-настоящему церковь явить, что это возможно. Что люди могут быть довольными, делать свое дело, быть при своем деле, на 100% прилагать свои усилия, быть радостным, делиться, раздавать свой излишек, и при этом жаба не будет душить. Понимаете? Потому что это очень важный момент. Потому что когда мы попробуем этот принцип понять по плоти, жаба начинает душить сразу. Еще не дал, но жаба уже душит. Понимаете? Но вот мы видим, что вот в этой первой церкви эти принципы заработали. Написано, что все у них было общее. И да, я имею в виду, ну как это, да, ну не будет же мои трусы Серегу носить, правильно? А я его. Правильно? Есть буквальные вещи, да, и там свои дома там, да. А есть вот, ну как бы принципы и сути вещей, понимаете? То есть мы, мы, я верю, что нам даны вот в этой церкви вот эта вот любовь, по которой узнают, что все мои ученики именно вот в этом. Что у них было что-то такое, они явили вот эту новую систему счастья на самом деле. Счастливой жизни на земле, когда люди спокойно делятся, спокойно отдают, и у них не кончается. Понимаете? И потому что это же не было так, вот они продавали свои имения, да, и приходили и такие, ну все, я продал. Давайте теперь меня здесь любите, я ничего делать теперь не буду. Я же продал, все, черт. Понимаете, вот это вот по плоти тоже вот такое представление. И то, что они приходили, грубо говоря, продали, и теперь мы ничего делать не будем. Мы же продали, мы же внесли свой, мы же вот, как это сказать, да, соучредители теперь вот этого всего дела, да. Я вот и не верю, потому что христиане это те, которые, ну, работают и много работают. Значит, они просто, они просто вот приносили вот эти свои излишки, да, для того, чтобы вот служить этим Богом, для того, чтобы быть во всем этом. Потому что это было влечение их собственного сердца. Просто вот, они просто вот это чувствовали, ощущали, делали и были в этом счастливы. И написано, что они были в любви у всего народа. То есть народ, написано, прославлял их. Никто из чужих не мог к ним присоединиться, но народ их прославлял. То есть, да, не говорил, что они сектанты, не понял ничего, потому что было что-то там между ними. Понимаете, потому что было что-то. Вот это вот новая система жизни на земле. Поэтому для меня вот церковь – это ответ Бога человечеству. Когда, что церковь, она вот как единый организм нужна всей земле для того, чтобы вот правильно эксплуатировать землю. Не для того, чтобы вот, да, понимаете, потому что сейчас, что, 3% принадлежат, или там 99% или сколько там, 95% ресурсов принадлежат там 2% граждан, да, грубо говоря. То есть, да, есть вот несостыковка. И постоянно вот эта вот реакция вызывает, что надо революцию, да, надо революцию, надо в этих забрать и этим раздать. Помните, как в революции было сделано? Ну, вот это тоже, как бы, такой плотский путь, грубо говоря, к решению вот этих духовных проблем. Единственный выход, единственный ответ земле, миру – это церковь. Это вот именно вот это взаимодействие людей, которые научились взаимодействовать, которые смогли взаимодействовать, которые расставлены самим Богом, самим Духом в тех местах, в которых они должны быть, которые… Ведь это и есть счастье, да. Вот у коммунистов был хороший лозунг тоже. От каждого по потребностям, каждому по труду, да. То есть, как бы, вот они понимали, это же они оттуда взяли эти принципы, да. Для того, чтобы людям просто дать дело, любимое дело, смысл, как бы, да, для чего это все делать и все. И нужды покрывались. Поэтому для меня вот это вот важные такие моменты. И потому что, вот я говорю, проблема, нам кажется, что, ну, я могу делать, а могу не делать. Да, могу давать, а могу не давать. Но ты вредишь себе, когда это не будешь делать. Если ты христианин, то ты начинаешь уже вредить себе. То есть, да, потому что там что, помните, происходило с маной, которую люди вот собрали от излишка и на утро оставили? Помните, что с этим происходило? Там черви завелись, черви завелись, понимаете? Где огонь не угасает и червь неумолимо точит тоже, знаете? То есть, ну, ад, на самом деле, он тоже, как бы, на земле, понимаете? Поэтому люди не могут достигнуть счастья, не могут достигнуть полноты вот именно из-за того, что они не понимают, что вот этот их неизлишек, он на самом деле не для них, понимаете? Он не для того, чтобы он лежал в вышке на черный день, он для того, чтобы вот восполнять нужду ближнего твоего, который рядом, понимаете или нет? Это будущее, я в это верю, но это нельзя по плоти практиковать, да? Я видел, как сейчас, да, во многих, ну, есть церкви, когда там выходит проповедник и начинает орать, что я апостол, неси к моим ногам, да, тысячу долларов, грубо говоря, да? То есть, как бы, потому что у апостолов это так было. Я просто понимаю, что когда люди, когда мы достигнем этой атмосферы сами, да, как церковь внутри себя, вот этой вот, да? Что? Что? Нормально? Нормально все. Саня? Да. Сомарение пришло. Я верю в то, что вот это именно дух, он будет побуждать это делать, и это будет все органично. Потому что, ну, Библия написана, не требуется, не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Ну, чтобы была равномерность, вот что требуется, понимаете, вот что требуется. Поэтому вот этот самарянин, он имел, он жил до этого, и он дал, и он смог вот находиться в том месте. А я вот вижу, что левицы священникам, они были как пустышки такие, у них даже нечем было помочь, на самом деле, этому человеку. Понимаете, вот еще какой момент. То, что они вроде как бы были служителя, чувствовали себя служителями, провозглашали, жили религиозной жизнью, а дать человеку по-настоящему у них было нечего. Просто не было ни осла, ни масла, ни бензина, ни хлеба, ничего, ни денег, грубо говоря, да. Потому что они были литяи, которые делали только вид благочестия. Понимаете, ну, это все есть. Поэтому всегда существует такая как бы обочина в христианской жизни, в религиозной жизни, чтобы вот, ну, служение, служение, это круто. На самом деле служение, оно вот в реальных вещах. Можешь ли ты реально послужить человеку тем, что у тебя есть? Можешь или нет? Нет пока. Значит, иди работай для того, чтобы было чем. Понимаете, я вот помню, когда я был в Рету, я очень сильно так горячо отдавал свою жизнь Богу. И хотел так Бог, возьми мою жизнь, я хочу служить Тебе и так далее. И все, ну, как бы, а сам где-то внутри понимал, у меня нет ничего, что я отдаю? Я еще не знаю даже, кто я. Я никогда толком не работал. Я не отдать-то нечего. Ну, и вот, ну, и в итоге, да, я ушел, да, Бог меня вытолкнул оттуда, как я это верю, да. Я ушел, и пошел, и заработал, и что-то наработал, и стал что-то иметь. И вот, ну, в последнее время я до того, как начал, я начал ощущать вот этот вот излишек. И я понял, что этот излишек у меня мучает на самом деле. Что мне сделать, дом начать строить или машину еще одну купить? И я понял, что это мучение на самом деле. Я там наигрался в какие-то вещи, но я хочу чего-то настоящего, настоящего. И слава Богу, что Бог вот начал как бы призывать и как бы вот вкладывать вот это вот желание, что уже посвящать то, что мне и есть Богу на самом деле. Проверить это, а что будет из этого? А как оно будет? Потому что Бог сказал, что он будет приумножать. Знаете, вот, потому что вот нам это, этот принцип дан не для того, чтобы вот, да, просто вот раздай и ходи с голыми пятками по улице, и тогда ты будешь святой. Да, как вот, есть такой прообраз святых, которые все-все-все-все раздали и начали проповедовать вот этот вот аскетизм. Я считаю, что это обочина. Это обочина, потому что для того, чтобы давать и реально помогать, надо иметь и надо работать. И в этом больше подвига настоящего, больше подвига. Понимаете, потому что, ну, иногда вот, духоманский подвиг, он в этом заключается, что вот все раздал и все, и пусть обо мне все заботятся. Иметь, приумножать, распределять, отдавать, служить. Я верю в то, что не люди должны кормить церковь, да, своими приумножениями, а церковь должна кормить людей. Всем. И хлебом, и деньгами, и работой, и всем. Потому что, ну, это и есть настоящая церковь. Она настоящий вот организм, где есть вот это взаимодействие. Весь мир, вот, если вы знаете, кооперации, они любят всякие тренинги большие для того, чтобы было взаимодействие между людьми внутри компании. Они к этому стремятся, вот к этой гибкости, чтобы как можно быстрее достигать и добиваться. Понимаете, у нас есть вот это привилегие. Между нами уже есть дух. Дух, он может вот это вот делать такое взаимодействие, которое этому миру не снилось просто. Просто не снилось. И мы, если как бы включимся, возьмем эти божьи дары, встанем на свои места, как церковь, мы начнем такого достигать, да, когда мы поймем, что наша задача просто много работать, на самом деле. Много работать в том даре, который тебе дан, в том месте, на которое тебя Бог поставил. Это просто вот твоя необходимая функция, понимаете. Для того, чтобы... И не важно, много ты у тебя получается продуктивности или нет. И там уже нет такого, что тот, кто больше, возвышается над тем, кто меньше. Понимаете, про что говорю, Леонид? Вот я как вижу церковь, вот я как вижу любовь в действии. Давайте мы последний стих прочитаем тогда из Ефесянам. Третья глава. Понимаете, вот перед нами на самом деле лежит очень интересный, такой интересный вызов. Интересный вызов, интересная жизнь. Достигнуть любви, достигать любви вместе со всеми святыми, как написано. То есть, ну, делать настоящее дело Божье здесь, на земле. Не просто попытку, не просто играть в церковь, не просто, вот, как я уже вначале сказал, ходить в церковь, а быть церковью. И Ефесянам, третий глава. Четынадцатый стих. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веру и вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. То есть, вот, нам надо исполниться всей полнотой Божьей, но это происходит через то, что мы, вот, со всеми святыми должны уразуметь превосходящую разумение, широту и долготу, вот эту любовь Христову. Понимаете, что она именно, вот, ну, действительно в действии, в делах, она не просто в ощущении, не просто в чувстве, она именно, вот, в этом взаимоотношении нас между собой. Потому что, как можно, да, говорить, что я люблю Бога, а ненавидеть ближнего своего, понимаете? Для апостола это просто не влезает в разум, как это вообще можно понять? Бога, которого никто не видел, ты говоришь, что ты любишь, а вот этого ты критикуешь, не любишь, там, не делишь с ним, закрываешь от него сердце свое, там, и так далее. То есть, он говорит, это вообще не туда, это вообще не то. И вот я еще сейчас вспомнил, что хотел сказать, что Откровение, вторая глава, это тоже, кстати, Ефесская Церковь, да, вот сейчас только до меня это дошло, что вот мы сейчас читали к вам, с вами, да, послание Ефесянам, да, где Павел говорит, что вот вам надо, чтобы исполнить всей полнотой Божью, понять превосходящее разумение, да, то есть, как бы, вот это вот и есть, то, что я говорил, любовь, это как чуть-чуть барьер, любовь, это чуть-чуть выход из комфорта, чуть-чуть вот пойти против правил, против, может быть, иногда разумения, но ради ближнего, ради нужды, ради вот хоть как-то покрыть, помочь, там, и так далее. Именно ближнего, понимаете, именно ближнего, потому что, у меня тут есть такой, знаешь, вот, любовь, это всегда усилие, то есть всегда немного неудобно, но не путайте с мазохизмом, пожалуйста, потому что мазохизм, это тоже неудобно, но мазохизм, это неудобно без любви, для получения удовольствия от неудобства, понимаете, то есть, как бы, да, можно, опять же, да, вот, пойти, опять же, да, привыкнуть делать вещи неудобные и думать, что это, как бы, любовь, то есть, понимаете, поэтому не всегда вот этот вот, ну, аскетизм, там, и неудобство, все, все ради другого является любовью, можно это все делать вообще с другим духом, поэтому нам главное сам дух, сама суть, поэтому не надо сейчас спешить, помочь многим, идти, понимаете, почему Иисус говорит то, что люби ближнего своего, как самого себя, вот, ближнего, научись хотя бы одному ближнему нормально служить, да, тому, как, кто вот встречается тебя на дороге, то, кому ты действительно можешь чуть-чуть что-то дать, да, и Бог будет приумножать через это, и тогда, может быть, потом два ближних, три, понимаете, а некоторые просто вот, ну, хотят вот в это окунуться, ничего, как бы, толком не имея, да, но, как бы, вот, делами, делая, 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 это есть вот служение, это вот то, что Павел говорит, что если я раздам всего себя, отдам тело на сожжение, понимаете, понимаете, разница или нет, поэтому для того, чтобы давать, надо иметь, понимаете, надо иметь, а для того, чтобы иметь, надо работать, понимаете, и вот когда ты имеешь и работаешь, и отдаешь то, что ты заработал, вот это ценно в глазах Бога, понимаете, а раздавать вот то, что ты еще не заработал, это вот не то немножко. Не все будут матерью Терезой, понимаете, не все, потому что вот мать Терезы, она развилась, но она развилась, у нее было сострадание к детям, она начала их просто подбирать, но потом вот развило это до такой структуры, что уже просто Бог ей давал миллионы, миллиарды для того, чтобы вот она строила эти дома, понимаете, то есть она постепенно, постепенно, она к этому пришла. Откровение 2 глава. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покаясь твои прежние дела, если не так, скоро приду к тебе и сбил светильник твой вместо его, если не покаешься». То есть вот я знаю, что это местописание принято трактовать как бы вот лично для человека, что вот вспомни первую любовь, которую ты имел, вспомни вот те эмоции, которые ты имел, когда Бог с тобой встретился. Я вот вижу, что думаю, что так как любовь это все-таки дела, настоящие дела, действительно в духе как бы Божьем для людей, то вот я хочу это вот в таком контексте сказать, что здесь как бы церковь такая, которая много трудилась, много делала, вывела, как бы вот большие дела сделали, и ты для имени, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь моей». Вот это вот первый основной принцип, вот эта вот любовь, вот вы потеряли вот это вот между собой, вот эта любовь друг к другу, вот это вот то, с чего вы начинали, то, в чем вы начинали, то, что на самом деле не имеет значения вот эти большие служения, если нет между вами любви, если вы друг друга не любите, если вы, понимаете, про что я говорю, да? Поэтому для меня вот это направление здесь ему папа, да, как бы Иисус говорит, то, что не к нему любовь на самом деле, а вот это вот любовь, вот это ощущение братской любви, потому что вот это вот, ну это действительно то, как мы можем влиять на мир, любовь, все, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И лестница Петра, есть такая штука во втором послании Петра, где говорится там, от веры добродетель, добродетель и рассудительность, рассудительность и терпение, благочестие. И последние две ступеньки, кто помнит? Братолюбие и любовь. Братолюбие и любовь. То есть вот там вот идет вот эта как бы лестница, да, и потом вот из всего того, что мы понимаем, вот вы должны иметь братолюбие. Потому что вот из этого братолюбия вот придет любовь. То есть как бы вот для меня вот это вот братолюбие, это вот и есть та любовь, которая между нами, и любовь это уже то, что будет влиять на мир. Уже то, когда мир увидит это все. И все, и все. Поэтому все в делах на самом деле, да, то, что не обрезание, не необрезание, да. Не религия, не религия гонящая, да, другая религия, которая против религии. Но вера действующая любовь. Поэтому вот мы об этом должны молиться. Я помню, однажды я залез в подвал, это было в Самаре, в Рету. Там было здание такое, мы там что-то в подвал копали, доски. Я залез, там мне так плохо было внутри. Сел там, начал Богу молиться. Я помню, я одного попросил Бога, я хочу Твою любовь познать. Вот просто полностью. Я вот так думал, вот что мне вот, самое главное, что я хочу Богу попросить, Его любовь знать. То есть иметь эту, на самом деле, любовь. Может быть, когда я просил, я, может быть, думал больше, что вот мне эту любовь чувствовать. Но я понимаю, что такое, ну, настоящая любовь, это когда ты эту любовь к другим как бы чувствуешь и можешь в этом двигаться, это делать по-настоящему, действовать и видеть, как она движется. Потому что Бог есть любовь. Аминь. Давайте мы помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова